Ярмарки-вакансии, посвященные предстоящему 23 февраля, в регионе начали проводить 17 числа. В Сочи первая состоялась накануне в Адлере, сегодня в центральном районе города. Свои вакансии представили 12 работодателей. Что важно, они предлагают только официальное трудоустройство и белую зарплату. Все участники ярмарки не только могут пройти предварительное собеседование с работодателем, ознакомиться о ситуации на рынке труда как в городе Сочи, так и в Краснодарском крае, а также получить профориентационные услуги. Также они узнают, мы проконсультируем по вопросам трудоустройства, как можно открыть от нас собственное дело. Кроме того, можно было получить консультации от специалистов инспекции труда Краснодарского края и Управления социальной политики города. Мы стараемся, конечно, максимально, чтобы у нас пообщались граждане с работодателями напрямую, провели собеседование и были трудоустроены. Иногда это доходит до порядка 30-40% трудоустройства. В среднем это где-то 15% трудоустройства по результатам ярмарки вакансий. С начала года в Центр занятости населения Сочи за поиском работы обратились порядка 1200 человек. Из них почти 300 трудоустроились. Сейчас в базе данных Центра порядка 3500 вакансий от рабочих до административного персонала. То есть на одного незанятого гражданина, стоящего здесь на учете, приходится две вакансии. Добавлю, что завтра ярмарка вакансий пройдет в Лазаревском районе, в библиотеке на улице Победы. А 4 марта в Сочи состоится еще одна краевая ярмарка «Профессиональный мир женщины», приуроченная к Международному женскому дню. Продолжение следует...